Здравствуйте! Вы смотрите новости телекомпании ОРТ в студии Ольга Кокорейкина. Пакистан предлагает Индии заключить пакт о ненападении. Об этом сегодня заявил президент Мушараф. По всей видимости, эта инициатива будет в центре внимания открывающегося завтра в Алма-Ате саммита, куда прибудут лидеры обеих конфликтующих стран. Однако состоится ли личная встреча Мушарафа с индийским премьером Ватшпаи, пока большой вопрос. С подробностями Дмитрий Щугорев. Я готов провести встречу с индийским премьером. А состоится она или нет, это уже зависит от самого Ватшпаи. Президент Пакистана, первест Мушараф, сделал это заявление еще до своего отлета на саммит по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Несколько часов назад его самолет приземлился в Таджикистане, откуда он затем направится непосредственно в Алма-Ату. Однако встреча с индийским премьером, скорее всего, все же не состоится. Как заявил индийский лидер, переговоры с Пакистаном будут возможны только в случае конкретных мер Мушарафа по устранению террористических группировок на границе в штате Джамму и Кашмир. Действительно, в этом индийском штате за последнее время участились вылазки экстремистов. По данным Служб безопасности Индии, на границе, помимо сил пакистанской армии, развернуты довольно крупные отряды исламских сепаратистов, численностью до нескольких тысяч боевиков. Это, как утверждают индийские военные, члены таких известных в регионе группировок, как Лашкары Таиба и Джаиши Мухаммад, ответственных за большинство терактов в индийских штатах. А артиллерийские обстрелы со стороны Пакистана также, по словам представителей индийского командования, не что иное, как отвлекающий маневр, чтобы боевики смогли беспрепятственно проникнуть на индийскую территорию. В Пакистане, особенно в районах, близлежащих к штату Джамму и Кашмир, население готовит к возможному началу войны. По ночам во многих городах отключают свет из-за опасности воздушных налетов. И Индия, и Пакистан также не исключают, что в случае начала военных действий может быть предпринята и крайняя мера. С обеих сторон на позиции друг друга нацелены ракеты с ядерными боеголовками. Дмитрий Щугорев, ОРТ. Противоречивые сообщения из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Власти Палестины заявляют, что этой ночью во время операции в Рамалахе израильские войска полностью уничтожили одну из христианских святынь – церковь Святой Варвары. В Тель-Авиве утверждают, что пострадали только ворота храма. По словам представителя командования, было очень темно, и из-за отсутствия специальных указателей солдаты просто не поняли, что перед ними церковь. По непонятной причине она не была отмечена и на армейских картах. До сих пор остается неизвестной судьба четырех горняков, пропавших без вести на шахте Красногорская в Кузбассе. Ночью в забое прогремел взрыв. Все работы под землей были срочно остановлены, и началась эвакуация. Позже выяснилось, что Ренат Ханаков, Евгений Берецкий, Иван Кабин и Сергей Чекуров так и не поднялись на поверхность. Бригада горноспасателей уже готова была отправиться на их поиски, когда произошел повторный выбор сметана. В настоящее время все спасательные работы на шахте прекращены. В Петербурге сегодня провожают в последний путь выдающегося российского историка и литературоведа Александра Панченко. Церемония прощания проходит в научном центре Академии наук. После отпевания в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры академика Панченко похоронят на Непольском кладбище. Еще при жизни ученый как-то сказал, что хотел бы быть погребенным рядом с могилой льва Гумилева, с которым он был очень дружен. Уход Александра Панченко стал потерей не только для Института русской литературы, в котором он проработал долгие годы, но и для всего Петербурга. Об этом сегодня говорили коллеги-академикам. Красочные торжества в Великобритании. Тысячи людей пришли на концерт классической музыки, проводимой на лужайке Букингемского дворца в честь 50-летия коронации Елизаветы II. Для королевы и ее гостей играли самые известные оркестры и исполнители, в том числе Мстислав Ростропович. На подготовку концерта ушло два года, а билеты на него разыгрывались в общенациональной лотерее. Кроме того, каждому счастливчику достался подарок от ее величества. Действо завершилось грандиозным фейерверком. Однако это лишь начало так называемого уикенда золотого юбилея. Завтра по всей стране пройдут уличные гуляния, а в Букингемском дворце состоится еще одно шоу. На этот раз развлекать собравшихся будут звезды рок и поп-музыки. А пока все жители Лондона могут наблюдать конный парад и любоваться золоченой каретой Елизаветы II. Именно в ней 4 июня, в заключительный день торжеств, королевы направятся в собор Святого Павла. И всенародное ликование в Аргентине на чемпионате мира по футболу сборная страны одержала свою первую победу. Аргентинцы выиграли у команды Нигерии со счетом 1-0. Тысячи фанатов вышли сегодня на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать это событие. Игроки сборных Парагвай и ЮАР, встреча которых завершилась около часа назад, забили в ворота друг друга по два мяча. В итоге мячья. И теперь все ждут результатов матча между командами Швеции и Великобритании. По итогам первого тайма лидируют англичане со счетом 1-0. Второй тайм сразу по окончании этого выпуска. На этом у меня все. До встречи.